Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Анны Глазунова. И это последний выпуск 2018 года. О главных событиях расскажу вам прямо сейчас. Итак, сегодня вы увидите. Сотрудники Казанского федерального университета исследуют феномен травли в школах. Стало известно, какие профессии будут востребованы в 2019 году. Праздник к нам приходит. Встречаем Новый год безопасно для себя и окружающих. Международной проблемой на сегодняшний день является буллинг, психологический террор, травля одного человека другим. Сотрудники научно-образовательного центра педагогических исследований Института психологии и образования КФУ провели исследование и сбор данных для проекта, «Буллинг или травля в школе? Разработка нового подхода диагностики». Подробности в сюжете Валерия Муратовой. Сотрудники научно-образовательного центра педагогических исследований Института психологии и образования Казанского физиального университета Елена Семенова и Дарья Ханаланин собрали данные для своего исследовательского проекта «Буллинг или травля в школе? Разработка нового подхода диагностики». Наш проект начался в 2016 году, когда мы изначально придумали методологию и решили провести несколько пилотных проектов, чтобы протестировать эту методологию. Да, то есть сейчас продолжает все еще сбор данных. Мы уже провели два основных пилота в разных странах. Вот, то есть весь проект направлен на то, чтобы замерять уровень травли в разных коллективах школьных. Каждый год несколько миллионов детей, начиная с 8 лет, становятся жертвами школьной травли. Материалы могут быть использованы для ранней диагностики буллинга в лицеях, КФУ и школах-партнерах, что поможет обеспечить эффективное разрешение школьных конфликтов и создание комфортной образовательной среды. В данный момент мы в основном фокусируемся именно на том, чтобы отбилить случаи буллинга, потому что очень часто он остается незамеченным, да, потому что даже когда это происходит у всех на глазах, иногда это настолько психологическое тонкое воздействие, что о нем знают только жертва и, собственно, буллер. Валерия Муратова, Универньюс. Блокчейн на сегодня является самой загадочной технологией, связанной с цифрой. Ее использование тесно связано с криптовалютой биткоин и рассматривалось многими государствами как угроза национальным денежным системам. Сотрудник КФУ Леонид Ельшин разработал проект, который предполагает применение блокчейн-технологий в финансовом секторе Татарстана. Подробности далее. 13 представителей Казанского федерального университета вошли в число победителей 14-го конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Церемония награждения с участием президента Татарстана Рустама Миниханова прошла 14 декабря в Казанском Корстане. В номинации «Цифровая экономика» поощрен проект оценка угроз и сценарное прогнозирование развития блокчейн-технологий и их влияния на перспективы развития финансового сектора экономики Республики Татарстан, директора Центра стратегических оценок и прогнозов Института управления экономикой и финансов КФУ Леонида Ельшина. Финансовый сектор предполагает большое количество операций, в том числе и бумажных, между хозяйствующими субъектами. И вот блокчейн-технологии позволяют ликвидировать большой пласт бумажной работы. По словам забеседника, проект предполагает применение блокчейн-технологий в финансовом секторе Татарстана. Их применение позволит оптимизировать и расходную часть, и сформировать такую систему хозяйственных операций, которые предполагают ликвидацию каких-либо схем, лежащих за рамками нормативно-правого поля. В настоящее время в России ведется активная работа по легализации блокчейн-технологий в нормативно-правовом поле Российской Федерации. И на данный момент у России появился редкий шанс стать лидером ключевой технологии, которая изменит мир. Чтобы его использовать, нужно принять риски и действовать как стартап. Конечный продукт – это будет информационно-аналитический комплекс, который бы позволил, закладывая туда какие-то параметры, определять экономические эффекты, которые будут генерироваться вследствие того, что блокчейн-технологии будут внедряться, например, в тот или иной какой-то бизнес-процесс. Технология блокчейн бесспорно представляется перспективной, и ее надо изучать и, возможно, внедрять в экономическую составляющую страны. А вот сможет ли она оправдать большие ожидания, покажет будущее. Диана Шилова, Леонардо Литьяров, Универ Ньюс. Никого не удивить тем фактом, что профессии в сфере IT-технологий становятся все более востребованными. А какие из них в 2019 году будут иметь наивысший спрос, мы расскажем в следующем сюжете. Аналитики портала SuperJob.ru провели исследование и выявили профессии в сфере IT-технологий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году. В исследовании были выделены такие профессии, как разработчик приложений для операционных систем мобильных устройств, специалист по тестированию, аналитик данных и UI-UX дизайнер. Последний занимается созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. По всем этим направлениям можно обучаться в ITIS. Как раз по UI, сейчас у нас новый преподаватель, который вернулся по программе президент России, обучившись за рубежом. Услуги аналитиков данных востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Анализ данных это совершенно отдельная область. Мы тут запускаем совместную магистратуру вместе с МИХМАТом и ВМК. Я надеюсь, у нас получится. Мы тут нашли индустриальных партнеров. Более того, наш совместно с экономистами кафедра обучает в области анализа данных студентов экономфака. В этом году уже порядка 300 человек обучилось по этой программе. Именно с точки зрения использования инструментов для анализа данных в экономике. Перечисленные профессии востребованы на всех уровнях. И в мире, и в России, и в Казани. В России сегодня можно работать практически на любых позициях, получая даже калифорнийские зарплаты, благодаря определенным возможностям. Говоря конкретно о казанском рынке, вот конкретно про Казань, наиболее всего не хватает людей, способных управлять проектами, это проектные менеджеры. Очень остро не хватает аналитиков и очень большой спрос на инженеров-тестировщиков. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюс. Новый год – это праздник, который ждут взрослые и дети. Все наряжают елку, украшают дом, накрывают на стол. Как провести этот праздник безопасно для себя и окружающих? И почему он ассоциируется у нас с елкой и мандаринами? Все подробности в сюжете. Новый год – это всегда особенное время, а ощущения праздника приходят с первой наряженной елкой запаха мандаринов. Основной компонент запаха мандарин и вообще цитрусовых – это вещество под названием лимонен. Основной компонент запаха елки – это пенены. Вот как раз эти запахи и погружают нас в ощущение детства. Конечно же, ни один новый год не обходится без хлопушек, салютов и фейерверков. С 20 декабря по 9 января в Республике Татарстан объявлен противопожарный режим. Необходимо соблюдать ряд правил при обращении с пиротехникой. Например, бенгальские огни можно зажигать в помещении, но не рядом с елкой или другими легко воспламеняющимися предметами. Нужно всегда держать на готовой емкость с водой, чтобы в случае чего успеть их затушить. Что касается бенгальских огней, есть такая традиция, там их тушить в новогоднюю ночь в бокале шампанского или в торт засовывать как свечи. Вот это делать не нужно, потому что многие продукты сгорания бенгальских огней, они токсичны. Не стоит также ловить языком пепел от фейерверков, который падает сверху. Цветные огни создают металлы тяжелые или металлы, которые, ну, литий, он металл легкий, но он используется, например, как средство для купирования депрессивных состояний в психиатрии, медикаментозное средство. Поэтому, ну, вот весь этот пепел от фейерверков, он тоже может дать свои физиологические последствия для организма. При покупке пиротехники в первую очередь, конечно, нужно смотреть на срок годности. Естественно, что сейчас под шумок то, что осталось с прошлого или с пятилетней давности, недобросовестные продавцы попытаются реализовать. Опять же, стоит их покупать в сертифицированных точках, ну, там, ни у обочины, ни на трассе, ни где-то еще, и пользоваться, соответственно, инструкцией, которая к ним прилагается. Самое главное за новогодним столом – умеренность во всем. Важно не потерять над собой контроль от такого изобилия угощений на столе. Не рекомендуется также сочетать некоторые продукты, например, колбасу и майонез. Пару кусочек съели, попробовали. Все нормально, так вежливо и соблюдено. К несочетаемым продуктам, по сути дела, можно отнести наши классические новогодние блюда, типа салата оливье или селедки под шубой, где мы, ну, на жирную рыбу или на жирную там колбасу еще, изрядно заправляем майонезом. Рекомендуется в праздники пить больше воды, умеренно заниматься спортом и постараться восстановить режим сна до стандартного восьмичасового. А самое главное – отдохнуть и набраться сил для предстоящего 2019 года. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универ Ньюз. Вот и все. С наступающим вас 2019 годом, дорогие телезрители. Спасибо, что были с нами в этом году. Не пропускайте свежие выпуски Универ Ньюз. Еще увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»